День суток. Рада вас всех приветствовать на своем канале. Давайте посмотрим атомную станцию Запорожскую и Энергодар. Что ожидать в ближайшее время, потому что уж очень украинцы наседают. МАГАТЭ не готовы их остановить, не готовы заявить, кто это делает на самом деле. Опять сваливают все на нас. Хотя МАГАТЭ и нас вроде не обвиняют, но при этом зато это дает повод другим обвинять Россию, что опять мы сами себя обстреливаем. Но, честно говоря, смешно. Это территория уже России, во всяком случае, под ее контролем. Просто не хочу, чтобы меня Ютуб сейчас заблокировал. И портить свою территорию, еще тем более Николаевскую дальше область, по розе ветров, это будет, соответственно, дуть туда. Вот Николаев пошел, вполне возможно, Крым зацепит, уйдет через Черное море в Европу туда. И все это по розе ветров. Если кто помнит аварию на Чернобыльской АЭС, оно захватило и часть российской территории западной, Брянскую область больше всего пострадало от этого, и ушла на запад в Европу. Россия это не нужно. Россия нужны свои земли чистые и здоровые. Правильно? Поэтому не надо на зеркало кивать, если у самого рожа кривая. А то начинают тут же про Каховскую, это самое, говорит, что типа, вот, вы такие-сякие, так вы и это сделаете. Дорогие мои, Каховскую, ГЭС, как она, ГЭС, по-моему, да, называлась правильно? Гидроэлектростанция, да, ГЭС. Вот. Кто бил по дамбе? Дамбу саму не разворотили? Нет. Но в одном участке пробили дамбу. И кто бил? Нам-то это зачем? Нам зачем было, чтобы смыло это самое? Вот, меня удивляет способность украинцев перевернуть все с ног на голову. Сами сделали, других обвинили, и весь мир, ну, не весь мир, а Европа и Америка хлопают в ладоши из-за этого. Ну, давайте посмотрим. Есть ли серьезная угроза, повреждения или вообще взрыва на атомной станции на Запорожской? Благодаря обстрелам со стороны ВСУ. А то я смотрю, смотрят тралагини украинские, ну, и, конечно, кого обвиняют? Россию. А ты в этом уверена? Ты там стояла? Ты хоть бы посмотрела, с какой стороны прилетает. Нет, ну, зачем же? Главное, сказали же по телевидению, что это Россия. Вот уже, знаете, прошло столько времени на Украине, ну, этот, я имею в виду кастрюли головок, я не имею в виду нормальных, адекватных украинцев, чтобы опять мне тут не писали в комментариях, что не все такие. Я про всех не говорю. Я всегда говорю про этих, либо совсем отмороженных, либо кастрюли головок. Прошло уже два года с небольшим, да, два года и почти два месяца, как события все идут. Еще не дошло, на чьей стороне Бог? А то молится, вот Бог, Богородица защитит, своим покровом накрой. Почему не накрыла-то до сих пор? Не думали об этом? Ну, наверное, потому что вы что-то не так сделали. Или думаете не так, или запустили что-то не так. Почему Богородица не прекратила это все? Почему Бог это все не прекращает? Вообще, почему у вас это все происходит и не заканчивается? Почему европейцы не хотят? Идут какие-то боевики на вашу территорию. И все. Ну, по-другому-то больше особо никак. Они думали, что они сейчас победят Россию вначале. А теперь поняли, что все, проиграли. Даже если сейчас какие-то деньги выделятся вам, то это смешные суммы, это не спасет положение вещей. Не думали? Хоть бы вот я всегда удивляюсь, почему у людей отсутствует логика. Такое впечатление, что в 2014 году ее просто банально выключили. Ну, если она вообще существовала. Сложить дважды два. Почему не заканчивается? Вообще, что у вас происходит? Я понимаю, что многие просто озвучить не могут. И действовать не могут. И я никого не осуждаю ни в коем случае. Но есть же реально отмороженные. Нацепила кастрюлю в 2014 году, такую, знаете, 10-литровую себе, чтобы по самой плечи было, чтобы даже ушей не было видно. Эта кастрюля уже приросла к голове. И вот она сидит и теленькает по ней ложкой. Пытается мозг вой разбудить. И не получается. Так и тут тоже. Если вы тоорологи, вы не можете говорить, то говорите, обходя какие-то углы. Помните, интернет помнит все. Итак, Запорожская атомная станция. Очень много хитростей и очень много обмана. И хождение вот этого, знаете, по лезвию ножа. Но это, скорее всего, касаемо обстрелов, потому что это карта мечей. То есть это, как еще и военные. Энергодар. Очень большая зависимость, конечно, от обстановки, от снабжения, от защиты. То есть город очень зависимый. И это тоже неудивительно, потому что все-таки город при атомной станции. Итак, есть ли угроза разрушения атомной станции? Ну, я скажу, что нет. На станции достаточно накоплено ресурсов для того, чтобы станцию защитить. Нет. Угрозы разрушения атомной станции нет и в ближайшее время не будет. А там, как говорится, то ли осел, то ли падишах. Энергодар. Угроза обстрелов и разрушений города. Разрушения будут, к сожалению. Но это будет, знаете, как, да, вот, пожалуйста, прилеты. Но все-таки будет максимально прилагаться усилие, чтобы защитить город. И это будет довольно-таки удачно. То есть будут прилеты, будут разрушения. Но, скорее всего, что это с минимальным количеством пострадавших. А может быть, вообще без пострадавших. То есть город будет жить, знаете, колесу фортуны довольно-таки удачно. Вот. Так что, как бы кто там чего не верещал, не кричал, разрушения атомной станции не будет. И это будет именно защита изнутри станции. Поэтому, еще раз говорю, нечего на зеркало пенять, если у самих физиономия кривая. Чем в итоге вообще это закончится для... Давайте так, для Украины. Вот это вот все, попытки атаковать станцию, попытки там чего-то, кого-то настроить. Видимо, какие-то деньги дополнительно выбить из Конгресса. Получит Украина то, на что она рассчитывает. Я могу сказать, что уже по сложившейся традиции нет. Но при этом будет накалять, накалять, накалять обстановку. Но это будет с каждым разом все сложнее и сложнее сделать. Так что, все равно, Украина, благодаря этим наскокам на атомную станцию, ничего не получит из того, что она планировала. А вообще, будет помощь от Америки, Украины, в плане там, что они там, 60 миллиардов обещали. Какие-то деньги будут. Но, скорее всего, не то, что ожидали, не то, что думали. Это будет даже в какой-то степени неожиданно. Но не быстро. То есть, рассчитывать на большие деньги, и прямо вот завтра-послезавтра, ну, там как будет вынесено решение Конгресса. Нет, не будет. Этого не будет. Хотя это... Какие-то возможности будут найдены для того, чтобы все-таки что-то кинуть на Украину. Никак не угомоняться. Но я думаю, что это все-таки будут такие неожиданные обходные пути, новые от чего-то придумать. То есть, скорее всего, сам Конгресс не даст. А постараются найти через обходы какие-то. Либо пообещают, но не найдут денег. То есть, вот по этой карте это будет такая неприятная, неожиданность. Все-таки, наверное, нет. Ну, если выделить, то это будет не сейчас, не в ближайшее время. Но будут искать, искать, искать возможности для денег. Вот. Так что, в ближайшее время Украина денег не получит. А если даже есть что-то вот сейчас пообещают, но с тем, что там позже дадут, ну, к примеру, летом, да, или после выборов, получит Украина это или нет. Там будут совершенно новые планы, там будут очень серьезные изменения, и поэтому ситуация такая будет весьма неясная и непонятная. И не очень-то можно на это рассчитывать. Тут, знаете, как повезет. А государство к тому времени, государство Украина будет. Ну, что-то еще трепыхаться будет. Пока еще будет что-то трепыхаться. к тому времени. Ну, пока вот будут выделять деньги какие-то. Будет пытаться что-то сделать. Так что, вот такой расклад. Запорожской атомной станции мы можем быть спокойны, ничего не будет, все будет хорошо. А вот, а энергодар, прилеты, к сожалению, будут, и разрушения будут, но с минимальными, либо вообще без пострадавших. Деньги Украине. Конгресс маловероятно, что выделит. Во всяком случае, если и будет выделять, то это с каким-то отставанием. Либо заново будут пытаться что-то пересмотреть. Тянуть время, короче, будут. А вот, ну, пока это озвучит по решению, то еще Украина будет существовать. А дальше там сложно сказать, будет ли вообще такое государство. Ну, посмотрим. В любом случае, все идет к концу. И как-то я в каком-то раскладе про Украину говорила, что в апреле месяце что-то произойдет такое серьезное, что очень многое изменит в расстановке вот этих сил, но именно связанных с Украиной. Ну, вот, вполне возможно, что это событие и произошло. Ответка Ирана, Израиля. Ну, а всем нам желаю мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих близких. И думайте только о хорошем. Ну, а на чьей стороне высшие силы? Да и темные тоже, потому что объединились. По-моему, уже очень хорошо видно. Всего вам хорошего и до новых встреч!